Я хочу прочитать вам из Колоссян, первой главы, 24 стиха. Послание Колоссянам, первая глава, 24 стих. Здесь сказано, Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Которое я сделал со служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, в которой есть Христос в вас, упование славы. Павел говорил, что он дополняет в своей плоти то, что не хватило в страданиях Христовых. И, конечно же, Павел не говорил то, что жертвы Мессии было недостаточно. Но он говорил о том, чтобы сделать известной славу Божью, он готов был перенести и избиение, и кораблекрушение. Потому что он был живой жертвой. Потому что он полагал свою жизнь в живой жертве, как написано в Римлянах. Что это было разумное служение, поклонение. Потому что все, что Бог сделал для него, из-за всего, чем Бог являлся, он говорил, что это было самое разумное, что можно было сделать. И он делал это из любви и для того, чтобы сделать известным тем, кто в этом нуждается, все богатство Божье. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, стих 24, Иешуа сказал, «Как Отец послал меня, я посылаю вас». Я размышляла очень много над этим местом Писания. И я думала, что он собирается послать нас уже подготовленными, как он послал Иешуа, подготовленным, снаряженным. Но это также значит, что он пошлет нас в зависимости. Потому что Иешуа говорил, что он делал только то, что он видел Отца Творящего. Он делал только то, что было открыто Ему Духом Святым. И точно так же он пошлет нас. Он говорил, что если какой-либо человек попросит, написано, что если вы попросите хлеба, то вам не дадут змею. Написано, насколько же больше он даст вам Духа Святого. Вот что было у Иешуа. И точно так же, как Отец послал Иешуа, Он послает нас. И поэтому полагает наши жизни, как живые жертвы, это очень разумное служение. Чтобы доказать то, что Бог любит людей. И что он не желает, чтобы ни один человек не погиб, но чтобы все достигли спасения. И в этом и есть поклонение. Когда мы сами поступаем так, то другие могут увидеть Бога. Хотела бы я видеть, и вы покажите мне это тем, что вы поднимите руки. Кто из вас слышал о Коре Тенбаум? Тенбаум. Тенбаум. Не так уж много людей, но я вам быстренько расскажу эту историю. Это была семья, которая на протяжении нескольких поколений очень любила еврейский народ. Эта семья была из Голландии. За сто лет до создания государства Израиль там было молитвенное собрание в доме семьи Тенбаумов. И на протяжении сотни лет они молились за Израиль. Когда нацисты пришли в Голландию, то эта семья избрала скрывать евреев в своем доме. И их словили. Они забрали отца Кори и саму Кори, который в то время было 50 лет, а ее отец был еще более пожилой. Также ее сестру. Они всех их забрали. И они сказали отцу, если ты перестанешь скрывать евреев и помогать евреям, то мы тебя отпустим. И он сказал, вы можете меня отпустить, но я буду продолжать делать то, что я делал. И он умер в тюрьме. Кори и ее сестра Бетси были отосланы в Бухенвальд, если я не ошибаюсь. И Бетси умерла там. И из-за каких-то техников и что-то такое произошло, почему Кори отпустили оттуда. И она посвятила свою жизнь чтобы нести Божью любовь тем людям, которые в ней нуждались. Мне дали ее книгу, которая называется «Убежище» еще до того, как я поверила в Иешуа, Мессию. И я прочитала эту историю. И я поделюсь одной частью книги с вами. Это происходило после войны, и она выступала на одном собрании. И там находился человек, который был, в принципе, прямо ответственен за смерть ее сестры. И он тоже пришел к познанию Господа. И он ее не узнал. Но она его узнала. И он подошел к ней, чтобы пожать ее руку и сказать, насколько он ценит те вещи, которыми она поделилась. И Кори тогда сказала Господу, я не могу этого сделать. Но Господь ей сказал, сделай это, я сделаю это в Тебе. И она протянула свою руку. И когда она протянула свою руку, она почувствовала, как Божья любовь течет через нее к этому человеку. И у нее появилась способность простить его. И даже больше этого она смогла любить его Божьей любовью. Когда я прочитала это, я еще тогда не верила в Иешуа. Можно даже сказать, я была против Иешуа. И еще и потому, что человек, который дал мне эту книгу, он сам верил в Иешуа, а я не хотела в него верить. Но когда я прочитала этот момент, я сказала, вот этого я хочу. Вот эту сверхъестественную любовь, я хочу ее. И для меня это был пример семьи, которая полагала свою жизнь в таком, действительно, акте поклонения. и это не только меня привела к Господу, но и бесчисленное количество других людей. Мы даже не можем посчитать, сколько. Если вот это послание о поклонении, это ваш такой разумный ответ на благость и славу Божью, то я хочу поделиться с вами некоторыми вещами, которые мне помогли. Я обнаружила то, что не так уж легко быть живой жертвой. И я обнаружила, что не так уж легко любить той любовью, которую Библия говорит нам любить. Я вижу железу, и битву, и внушение, и все различные действия тела. Я вижу их прямо там, в моем теле. Я нашла и зависть, и горечь, и гнев, которые были прямо во мне, в моей плоти. И иногда, когда я читаю слово, и я настолько хочу делать то, что оно говорит, я настолько разочаровываюсь, я сама на себя обижаюсь, что все эти вещи до сих пор находятся во мне уже на протяжении стольких лет. И потом Господь начал говорить мне. Я хочу поделиться с вами двумя местами Писания, которые Он использовал в моей жизни. Первое написано в Римлянах, 7 главе, 20 стихе. Это будет второе место Писания. Первое место Писания будет Галатам, 2,20. И там написано, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И что же это значит, уже не я живу? Слово Божье говорит, что я умерла вместе с Мессией. Я была с Ним погребена. И я воскресла к новой жизни вместе с Мессией. И сижу рядом с Ним по Его правую руку. И уже не я живу. Это немножко сложно понять. Мне было сложно. И то немного, что я поняла, попытаюсь объяснить так. Мы как перчатка. И Дух Святой приходит, и Он наполняет нас, как рука заполняет перчатку. И потом Он использует нас, чтобы творить свою волю. И это мне помогло. И теперь хочу прочитать вам из Римлянам 7 главы 20 стих. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю это. Но живущий во мне грех. Грех живет во мне. Это не я. Я этого не делала. Это может звучать даже как-то еретически. еретически. У меня есть небольшая картинка, которую я хочу с вами поделиться. Я думаю, что это будет хороший пример. Но если вы не думаете, что это хороший пример, скажите мне. Потому что я не хочу ходить и рассказывать что-то, что было бы не истинным и неверным. Вот такой пример у меня. У нас есть один сын, он сейчас в армии. Когда он был маленьким мальчиком. И когда он играл в мяч в нашем саду. И он однажды бросил мяч и разбил окно наших соседей. Я этого не делала. Это не я. Но я за это отвечаю. Мне нужно было пойти к соседям, нужно было извиниться и нужно было позаботиться об ущербе. И мне нужно было научить своего сына, что если еще раз такое произойдет, то ему придется пойти к ним. И ему нужно будет извиниться. И ему нужно будет возместить ущерб. Даже если это значит, что ему потом придется идти, продавать газеты или что-то, что еще могут делать маленькие дети, чтобы возместить ущерб. Потому что то, что он сделал, было неправильно. Вот такими же я вижу и мои взаимоотношения с моей плотью. Я отвечаю за свою плоть. Я отвечаю за то, чтобы учить и направлять свою плоть. И даже в Римлянах восьмой главе написано, что мы должны умерщвлять дела нашей плоти Духом Божьим. Но это плоть, это не я сама. Потому что я умерла вместе с Яшуа. И я новое творение. И Слово говорит, что я не грешу. И вот это помогло мне очень сильно. Помогло мне поклоняться Богу в моем духовном служении и полагать свою жизнь. И смотреть на других, как на более важных, чем я сама. и помогло мне также нести знания о Боге умирающему миру. И я молюсь, чтобы мы становились все более и более реальными, чтобы мы могли ходить в Его истине. И я хотела бы прочитать из Евангелия Иоанна, 4 глава, 23-24 стих. 23-24 стих. Там говорится, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таковых поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Я не совсем полностью понимаю, что это значит. Но я верю, что римлянам, отрывок из римлянам, 8 главы, 13 стих, является ключом к этому. И это тот отрывок, который говорит, что мы Духом Божьим умерщвляем дела нашей плоти. И делая это, мы становимся живыми жертвами. И именно это и является нашим истинным духовным служением, чтобы явить волю Божью, для того, чтобы все люди могли увидеть Бога. И в этом и есть мое послание. Спасибо. Итак, я хочу соединить то, о чем говорила Лея, с жертвой самих себя, и также есть в Писании описаны некоторые жертвы, о которых мы можем прочитать и узнать. Может быть, вы знаете, что использование живых жертв для искупления было используемо еще гораздо раньше, до времен храма. И мы знаем, что было так, что когда первые люди согрешили, то Бог принес в жертву первых животных и покрыл их тела кожами этих животных. То есть, даже до того, как еще была дана Тора, строились алтари и приносились жертвы за искупление грехов, которые совершали люди перед Богом. И когда период храма продолжался, то поклонение, которое было там, те жертвы, которые приносились там. Если вы поймете, ухватите эту идею всего того, что происходило в храме, это все касается ходатайства. Это было место на земле, где могло происходить примирение между Богом и человеком. И в то время именно храм был тем местом, где человек мог получать прощение от Бога за грехи. Давайте посмотрим Псалом 49. Я уже упоминал ранее, что половина книги Псалмов была написана царем Давидом. А этот Псалом был написан Асафом. И когда мы говорили ранее об устройстве храма, музыке и пении, то Асаф как раз был одним из тех людей, который был во главе всего этого. И в 49-м Псалме в 14-м стихе говорится, «Принеси в жертву Богу хвалу». Но в английском переводе говорится, «Жертву благодарения» и «Воздай Всевышнему обеты Твои». Поэтому благодарение это также жертва. Иногда мы не чувствуем себя очень благодарными, но нам все равно нужно воздавать благодарность Богу. Это жертва. Как я говорил раньше, жертва будет нам всегда стоить чего-то, и иногда это нелегко сделать. в 1-м Петра во 2-й главе. 1-я Петра, 2-я глава. 4-й и 5-й стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И также в Псалмах говорится, чтобы мы возносили Богу глаз хвалы и прославления. Это то, что происходило сегодня вечером, когда мы пели, я слышал, как некоторые из вас восклицали. И это восклицание радости, которое поднимается из нас, оно укрепляет нас. Я думаю, что жить в Одессе, так же, как и жить в Израиле, не самое легкое для жизни место. Я прав? То, что происходит в бизнесе, и на работах, и в домашних ситуациях, оказывает некое давление на наши жизни. И поэтому еще больше мы должны приносить жертву хвалы и благодарения. И в Израиле вокруг нас очень близко. Есть ряд народов, которые желают того, чтобы мы вообще исчезли. Поэтому мы восстраиваем себя духовно тем, что мы приносим Богу жертвы хвалы. И именно это делали левиты во времена храма. Их физические жертвы имели духовное влияние на тех людей, для которых они делали это. Они стояли на месте тех людей, которые заслуживали суда. И то, что происходило тогда, является для нас картиной того, в чем состоит наша работа сегодня. И Иешуа стоял в тот момент времени в ходатайстве за все человечество. Он пришел в полноту времен. И то, в чем он стоял, то ходатайство, в котором он стоял, это было как бы завершением всего того служения, восполнением того служения, которое несли левиты. Иногда нам даже сложно понять всю глубину того, что совершил Иешуа, когда он пришел в Израиль. Происходило много сверхъестественных вещей, исцеление, воскресение, проявлялась сверхъестественная сила. Но не в этом была цель. Его целью не являлось просто прийти и совершить чудеса. Слава Богу за чудеса. И вот мы говорили с вами о музыке, а вот в Новом Завете не так уж много сказано о музыке и об инструментах. В Евангелии от Матфея упоминается, что они воспели после трапезы и пошли. И в книге Деяний говорится о том, как Павел и Сила пели, когда они были в тюрьме. И тогда прям землетрясение произошло. Потому что предполагалось то, что уже не нужно никаких отдельных сносок, ссылок на то, что все пение и поклонение и хвала, вся та, что описана в Ветхом Завете. Это звучит как бы правильно для ваших сердец? Я надеюсь. Иначе у меня бы не было работы. Все эти ребята, которые играют на музыкальных инструментах, им пришлось бы перестать это делать. Потому что даже если бы... Потому что даже если это не написано в Новом Завете, если бы это значило, что нам не нужно больше играть на музыкальных инструментах, то тогда это бы и значило, что все, что мы делаем, все, что мы играем на музыкальных инструментах и поем, то Бог это не принимает. Но Он подтверждает нам то, что Он принимает это тем, что когда мы проставляем Бога, приходит Божье присутствие. Давайте посмотрим книгу евреям. Послание к евреям, 13 глава. Пятнадцатый стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Жертвы хвалы. И мы уже смотрели с вами на жертву благодарения. И давайте посмотрим Псалом номер 4. Я надеюсь, что вы записываете все эти места Писания, чтобы посмотреть их позже. Псалом 4, стих 5. «Приносите жертву праведности». Шестой стих. И уповайте на Господа. И давайте посмотрим филиппийцам 4 главу. Немножечко мы сейчас попрыгаем. Однажды я слышал об одном итальянском пастыре в Америке. И он говорил так. Вот как вы можете запомнить, что в Библии есть послание к филиппийцам. Галатам, Ефесянам, филиппийцам, колоссянам. Вы возьмите первую букву каждого слова. Получается на английском языке G-E-P-C. Он был итальянец. И итальянцы очень любят есть макароны со всякими там соусами. И тут он говорит к мессианской еврейской общине. И вот, говорит он, как вы это запомните? G- это для слова gentiles язычники кушают свинину. А чапс — это что, кусочки? Язычники кушают свинину, кусочек. Вот так вы можете запомнить, что в Библии есть книги Колосянам, Ефесянам, Филиппийцам. Итак, Филиппийцам, 4 глава, 18 стих. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Филиппийцы послали Павлу что-то, что для них было жертвой. Большинство из этих общин у них не было много денег. Но они ценили свои отношения с Павлом, и они послали ему что-то, чтобы помочь ему. Так что? Так что у нас есть жертва хвалы, жертва благодарности, жертва праведности и жертва даяния. И если мы посмотрим притчи, пятнадцатую главу, восьмой стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. И тут он говорит, что молитва это тоже жертва. Сколько раз вы чувствовали, что вот, ну, не хочется молиться? Я знаю нескольких людей, которые очень любят просто погружаться в молитву и молиться так, но не все такие. И молитва это действительно упражнение в вере, потому что ты говоришь с кем-то, кого ты не видишь. Кого из вас лично посетил Ешуа? У вас дома или еще где-то? Да? Происходило такое? И слава Богу за тех, с кем это происходило. Но не со всеми нами это происходило. Но для тех из нас, кто его не видел, и чувства, которых не подтверждали вот ничего, это действительно жертва, чтобы молиться и двигаться в этом. И я думаю, что для тех из вас, с которыми произошло то, что вы видели Ешу, это, наверное, такое жизнеизменяющее переживание. Когда Мессия лично приходит к вам, это меняет вас. И в этом даже можно не сомневаться. И я вдохновляю тех из вас, с кем это произошло, записать. И если вы этого не делали раньше, то я вдохновляю вас к такому свидетельству. Хорошо. Послание к евреям, 13 глава. back to Hebrews again. Verse 16. 16. There's two sacrifices mentioned here. Здесь упоминаются две жертвы. Не забывайте также делать добро, говорится в английском переводе, и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И вот все, что мы говорили, жертвы общительности, благотворения добрых дел, молитвы, даяния, жертвы праведности, благодарности и хвалы, это все жертвы, которые нам чего-то стоят, и которые не всегда так легко сделать. Подумайте о том, что происходило у алтаря, у жертвенника в храме. Кто из вас сталкивался с тем, чтобы убивать живое животное, чтобы потом резать его на куски и готовить его как пищу? Кто-то сталкивался? Некоторые. Я этого никогда не делал. Я видел, как другие люди это делают. Не очень кажется таким приятным делом. И может быть, если вы это и делали, то самый первый раз был действительно трудным. А в этом состояла работа левитов. Они не только пели и играли на инструментах, но они также и разрезали животных, убивали, разрезали животных, возлагали их на алтарь. И принесение жертв — это такая грязная работа. И все эти жертвы, о которых мы с вами читали, и все те жертвы, которые приносились в храме, все это было поклонением. И музыка сопровождала все, что там происходило. И вот почему музыка сопровождает наши духовные жертвы. Кто из вас испытывал такое, что во время поклонения и прославления, когда Дух Святой вас наполняет, говорит вам сделать что-то? Дух Святой указывает на что-то, на что-то, чего вы не осознавали раньше. Он может дать вам откровение или ответ на вопрос, который вы задавали. Я не могу пересчитать на пальцах, сколько раз было такое, что подходил ко мне кто-то после поклонения и говорил мне, во время поклонения Бог сказал вот что. Или, во время поклонения я видел что-то. Во время поклонения я был освобожден от чего-то. Аминь. Во время поклонения Бог исцелил меня. И Бог превозносится хвалой народа Своего. Когда мы возвышаем и превозносим Его, приходит Его присутствие, и все эти вещи начинают происходить. И это община верующих людей. Вы верите в силу, в сверхъестественную силу Бога. И из-за того, что вы верите в эту сверхъестественную реальность, Бог и делает эти дела, так как вы желаете и хотите Его. И мы хотим даже увидеть больше и больше, что будет происходить в этой части мира. Одесса нуждается в том, чтобы узнать Яшуа, Мессию. Аминь. И также я верю, что мессианская еврейская община существует здесь, потому что Бог хочет reach the Jewish people, которые живут в этой области. И также я верю, что мессианская еврейская община существует здесь, потому что Бог хочет достигать еврейский народ в этом регионе. И я вижу это снова и снова и снова. Что люди получают желание в сердце иметь мессианскую еврейскую общину в тех местах, где ее раньше никогда не было. И звуки радостной музыки и танцы и празднования привлекают людей отовсюду. Потому что мы вовлечены в процесс восстановления, который Бог пообещал через своих пророков. И это происходит не только в Израиле. Бог пообещал это еврейскому народу спасение. И чтобы совершить это, Он хочет использовать всех нас здесь. Я хочу поделиться еще одним местом Писания о поклонении. И все это очень связано. То поклонение, которое было в библейские времена и то поклонение, которое Бог восстанавливает сейчас. Во времена храма они различали, имели развлечение, что такое поклонение, что такое хвала и цель музыки. И мы в основном называем наши собрания, как Лея уже упомянула, собраниями поклонения. И в общем-то это правильно, но может быть не совсем правильно в деталях. Поэтому мы посмотрим отрывки из Писания, которые описывают поклонение. Есть слово на иврите «эштахавэ». Это слово описывает слово, которое мы можем перевести как «поклонение». В 4 главе книги «Исход» 31 стих. Там говорится «И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонили они свои головы и поклонились». в книге «Исход» 34 главе с 5 по 8 стих. The Lord descended in a cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed «The Lord, the Lord, God, merciful, gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy to thousands in forgiving the iniquity and transgressions of sin. And that will by no means clear the guilty visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. And then Мозес made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и провозгласил «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился лицом своим к земле». В книге Ишуанавина в пятой главе четвертом стихе Joshua sees an angel and he asks him who he is. Are you for us or for our enemies? And the response is I am the captain of the Lord of hosts and now have come. And what is Joshua's response? He falls on his face and worships. What verse? It's verse 14. Joshua 5, 14. Иисус с Навин 5 глава 14 стих. Он сказал Иисус увидел ангела Господнего и ангел сказал ему «Я вождь воинства Господня теперь пришел сюда». Иисус спал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему «Что Господин мой скажет рабу своему?» Есть очень много мест Писаний мы сейчас все не сможем прочитать которые описывают что происходило когда люди поклонялись Богу. Но все они говорят об одном когда люди поклонялись Богу они в прямом смысле слова поклонялись к земле преклонялись. И слово на иврите которое я упоминал раньше значение этого слова как раз и состоит в том чтобы падать низ перед тем перед кем ты поклоняешься. Когда Неемия открыл свитки Тора и читал из них реакцией людей было то что они пали ниц поклонились и поклонились Богу. Когда Петр пришел к Корнилию то Корнилий поклонился перед Петром и Петр сказал ему «Не делай этого! Я такой же человек как и ты! Вставай! и когда ангелы приходили к людям и люди поклонялись перед ангелами то всегда ангелы говорили им «Вставай! Я всего лишь ангел Божий! Ты поклоняйся перед Богом!» Поклонение это что-то чему мы учимся из примеров данных нам в Писании И Бог дал нам множество примеров что такое хвала прославление что такое поклонение та жертва которую он ищет И как Лея говорила нам раньше что живая жертва это когда мы отдаем себя полностью и даже посреди всего жертвоприношения есть один очень интересный комментарий который записан в первой книге царств в пятнадцатой главе И этот отрывок касается того что царю Саулу было заповедано сделать нечто и он этого не сделал И там говорится о том что послушание Саула было бы намного дороже любой жертве которую он принес неизбежит и он неизбежит Продолжение следует...